Долгая дорога и долгий путь по книге пророка Исаии сегодня должен быть завершён так я думаю перед нами две последние главы главы которые в самом конце снова бог говорит о благословении для тех кто будет ему послушен и о том как бог планировал спасти и нас по вере создавая свою церковь книга пророка Исаия глава 65 я открылся не вопрошавшим обо мне меня нашли неискавшие меня вот я вот я говорил я народу не именовавшемуся имени мои апостол павел послание к римлянам комментирует кому эти слова первый стих он говорит об отпадении израиля а с одной стороны говорит о том что у бога был план 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 извечный и план был виден и верхом завете был план обратиться к язычникам и в подтверждение к этому он цитирует первый стих который мы читали он говорит Исаия смело говорит в те времена смело открыто говорит или предсказывает об этом божьем плане спасатели обратиться тем кто не искал найти тех кто даже к нему не имел никакого отношения к народу который не именовался именем моим безбожником с другой стороны второй стих тоже тоже павел кремль нам продолжает комментирует а об израиле бог говорит второй стих всякий день простирал я руки мои к народу непокорным ходившему путем недобрым по своим помышлениям с одной стороны бог говорит были те которые мне не искали и и обратился и не нашли меня или я обратился и сделал их своими а с другой стороны были те которые меня долго обращался и те которые называются моим именем и те которые думают о том что ним они мне служат на этот народ непокорный его путь ходил путем недобрым путь недобрый это путь который конец стиха по своим помышлением путь недобрый этот путь который сами себе люди выбирают или выдумывают ту ту лигию которую они обустраивают себе при этом видно будет дальше что бог говорит о том что у них сохранились праздники или традиции данные по закону они то все совершали но путь оказался недобрым как бы внешне казалось что за этими вывесками вроде бы этот путь который бог ему казал на этот путь который они изменили и наверное как бы главная проблема которая говорится в этих двух главах из-за чего израиль отпал вот по своим помышлениям пошли начали поступать и действовать по своим помышлениям и это свои помышления касаясь что хорошо что плохо касаясь но как служить богу какие праздники добавить или убавить они к тому что бог сказал ну хорошо но богу ли так а мы будем подумаем что может быть так сейчас лучше время изменилось ситуация другая у нас есть ум мы считаем так по своим помышлениям и вот эти свои помышления как бог их анализирует и говорит что они значат к народу который постоянно оскорбляет меня в лицо это как бы открыто публично обижает господа или делает делает ему как плевок или как обиду и вот чем это выражалось приносит жертвы в рощах и сожигает фимия на черепках представляется разного рода поклонение языческие которые этот народ божий вроде бы при служении богу совершает все четвертый сидит в гробах и ночует в пещерах это наверное намек на том что они вопрошали мертвых то что заказа запрещал закон пытаясь найти или узнать какие-то откровения больше чем бог им дал есть свиное мясо и мерзкое варево в сосудах у него тоже скорее всего трудно придумать что вот евреи настолько мы знаем что вот по закону им это нельзя было что они это просто так делали скорее всего они это делали под предлогом ритуалов языческих ритуалов которые они совершали обращаясь к в так вот народ который не искал но бог его обращает к себе и вот народ которому бог долго говорит продолжает к нему стучать но ему не доходит потому что они пошли своим путем и исая говорит о том что за это бог который так долго стучит и долго обращает свое внимание к покаянию и они не каются за это у бога есть большое наказание но при этом говоря наказание сразу же оговаривает если говорить что это наказание не означает что божьи планы к народу изменились так говорит господь когда виноградной кисти стих 8 виноградной кисти находится сок тогда говорят не повреди ее ибо в ней благословение тоже я сделаю ради рабов моих чтобы не погубить не всех погубить до на лозе есть веточки советую лозу никто не будет есть грозди никто не будет трогать или рубать потому что они же есть грозди которые зреют ее нужно ставить потому что даже если кажется что она неудачно растет или еще что не оставляет потому что уже есть плод и бога я знаю что среди этого того что уже много можно было отрубить эту веточку израиля но есть плод есть верный остаток и за и из-за них я не уничтожу свой народ но сохраню свой остаток 10 10 говорит о том кто же сохранится в конец стиха конец стиха 10 перечисляется благословение которые бог готовит и вот последняя фраза для волов народа моего который взыскал меня который взыскал меня будут те которые бога взыщут но для тех кто не взыщут печальная судьба тихо 11 вот эта судьба вот ярких и и строгие слова о вас которые оставили господа забыли святую гору мою приготовляете трапезу для гада и растворяете полную чашу для меня те два снова божества языческие первые как они думали приносит им счастье куда ему поклоняются в трое как они думали дает им счастливую судьбу или поговорить с том чтобы судьба была в длине хорошая они искали какие-то земные блага как сегодня люди ищут ищут просто 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 счастье любыми путями но эти любые пути счастья не давать хотя они вроде бы хотели счастье хотели чтобы не было боги дали им судьбу но господа не оставили стих 12 вас облекаю я мечу и все вы преклонитесь на заклание потому что я звал и вы не отвечали говорил и вы не слушали но делали зло и в очах моих избрали то что было неугодно мне главная причина божьего гнева на пути на народ который был его но который оставил его потому что они избрали свое делали то что богу не угодно то что не нравится бог то что бог запрещает 14 стиха посему так говорит господь бог вот рабы мои то есть те кто меня слушается вот рабы мои будут есть а вы будете голодать вот это вы это те кто оставили господь рабы мои конце концов получит то что не хотят а вы будете голодать рабы мои будут пить а вы будете дымиться жажды далее рабы мои будут веселиться а вы будете стыдер рабы мои будут петь о сердечной радости а вы будете кричать от сердечной скорби и рыдать от сокрушения духа вот путь который как они им казалось к счастью благополучию к судьбе что там бог понимает лучше знаем что нам нужно богатый ток те кто окажется мне во всем послушным и верным тут тот кто избирает верность мне следуя верно этой этим путем который я указал указал конце концов будет иметь и счастье и благословение и радость и веселье сердце а все те кто ищут от счастья веселье и радости что поесть они это все будут лишены стиха 17 говорится когда этому получу когда это бог обещает до своих 17 стих ибо вот я творю новое небо и новую землю и прежние уже не будут вспоминаемы и не придут на сердце далее а вы будете веселиться и радоваться во веки о том что я творю ибо вот я творю иерусалиме веселье и народ его радость эти вот благословение которые бог обещает верным не сказано что они что они получатся здесь может быть какой-то аванс духовной радости утешение довольством мы получаем здесь но это вот торжество веселье и радость это бог готовит на новом месте не не на этой земле хотя на крещение пили псалом на новое життя или это вот псалом из статой евангельской что кто во христе этот новое творение или новая тварь древнее пошло теперь все новые сильности уже это новое пошло но но еще не получено в полной мере в полной мере это небеса в полной мере для израиля здесь также говорится о том царстве который будет четверть не на земле ну и последние стихи этой главы для своих для верных горобов бог говорит стих 24 и будет прежде нежели они воззовут я отвечу они еще будут говорить и я уже услышу часть того нового творения для новой жизни которые мы имеем это близкие отношения это близкие отношения в молитве и это обещание что бог нас слышит даже мы еще не успели закончить молиться а бог уже услышал я ответил и 25 стих точно уже буквально говорится о царстве израильском при христе по во втором пришествии стих 25 волк и огненок будут пастись вместе и лев как волк будет есть салон все животные уже будут обычными травоядными не будет хищников никто никого не будет поедать а для змея прах будет пищу они не будут причинять зла и вреда на всей святой горе моей говорит господь в этом году не раз были сообщения что у нас вроде бы такая территория что змеи редкость но появляются увеличились печальные даже трагические случаи но все это на земле будет что очень скоро если мы будем уверены то все это пройдет и те кто будет царстве земном если будет змея то она будет менее безопасно чем любой червячок никого не будет жалить а просто будет есть землю и переваривать вообще эти слова это еще раз один призыв когда бог говорит евреям которые в главе предыдущие молитва исаи господи мы глина ты мы в твоих руках мы знаем что ты можешь нас поднять и восстановить богу я я отвечу я восстановлю но это будет только для верных только для тех кто откликнуться на мои призывы и мой ответ гарантирует намного больше чем вы просите но не так скоро как вы думаете я не обещаю большого земного царства сейчас обещаю большого и вечное царство на небесах так мы вышли на эту дорогу новой жизни и эти стихи просто от господа и ободрение и с другой стороны предостережение что путь на который бог нам дал по милости стать чтобы мы его не потеряли и что мы с него не свернуть как израиль который был его народом бог зовет они пошли своим путем и тогда бог в планах своих находит нас но чтобы мы как его церковь остались ему верными и этот верный путь чернистый путь нелегкий путь этот путь путь который приводит к настоящему благострению которые мы хотим иметь и которые иногда люди искушаются чтобы его иметь и ловится на ловушке дьявола и и ничего не имеют и теряет все и пусть господь нас благословит идти этим путем послушание господу и это будет на спасение они продолжаем читать уже глава 66 говорят об этом большом благословение человека верующего который желает принимать славу божье желает его изучать желает бога познавать чтобы быть ему послушным и насколько такой человек или такое сердце богу близко и дорого глава 66 с первого стиха и интересно что эти же стихи также цитирует стефан когда его судят евреи за то что он благовествует христа и обвиняют его в том что он якобы это благовествием христовым желает делать даже то чтобы храм был разрушен и стефан эти слова цитирует о храме и у божьей реакции то что для бога ценно так исаев 6 глава стих 1 так говорит господь небо престол мой а земля под ножей ног моих где же вы где же построите вы дом для меня и где место покоя моего ибо все это сделала рука моя и все сие было говорит господь бог как творец всего и который намного больше чем самосы всем само творение все больше чем чем земля чем небо чем вселенная больше неужели вы думаете что вот каком-то храме даже иерусалимском я могу просто просто там жить и это будет моя квартира или штаб-квартир дальше 2 стих 2 часть а вот на кого я призрю на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом мы до с одной стороны мы понимаем что есть места где бог говорит о том что из-за храме русалимский где есть его присутствия но бога это не только там мое присутствие как вот где мы собрались двое или трое он посреди нас вы именно его и когда мы собрались но господь говорит что вообще я могу быть везде я везде сущ но есть места которые очень близки ко мне которые дороги мне это сердце или состояние человека смиренного и сокрушенного и почему он смирился или перед чем он сокрушается он смиряется перед богом перед его властью над своей жизни подчиняя ему всю свою жизнь и это сердце ли душа но буквально имеет какое благовение трепет перед тем что бог говорит ему перед божьими словами бог говорит вот кто мне дорог не просто какое-то место или какой-то храм милики или святые места для меня дорогие вот такие вот сердца если мы мы такие-то это бога и вот на кого я смотрю будет кто перед моими глазами самое ценное чтобы я вижу вижу человеке ценю это человек веры чья вера проявляется в том что он с благовением принимает божье слов чтобы так жить так подчиняться он не говорит но у меня другое мнение или меня другая ситуацию или мне кажется что так не будет хорошо нет такого господи что ты сказал ты исполнил на трепет перед словом когда мы читаем писание с таким сердцем мы должны быть смиренным сокрушенным и благовея что это бог говорит нам бог говорит не стиха 3 те которые имели не такое отношение к богу продолжается это вот разница между настоящими божьими детьми и теми кто внешне только что-то соблюдают стих 3 но поражаю это это божьи слова смотрите закалывающий вола это вообще вол это очень дорогая была жертва сказано было о жертве бог закалывающий вола тоже что убивающий человек еще раз подразумевается что закалывающий вола это приносящий богу наибольшую жертву но этот человек который перед богом не трепещет не смиряется который богу не подчиняется богат не одинаково я смотрю на то что ты делаешь на одинаково а убить человека это прямое нарушение самых первых заповедь или приносящий агнца в жертву тоже что задушивший пса евреям вообще нельзя было даже даже чистую животных задушить такой 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 казалось бы его обосквернил приноси богу ягненка и бога одинаково чтобы если ты нес не ягненка задушил кого-то пса и нес мне или шел его есть приносящий семью тоже это приписанная жертва тоже что приносящий свиную кровь на жертве не господне воскуряющий фемиан тоже что молящийся идолу и снова это вот ключевая проблема или то что делает их перед богом такими неугодными вот эта фраза и как они избрали собственные свои пути и душа их находит удовольствие в мерзости их их тут то я буду вас наказывать избрали собственные пути и собственные это означает что люди что делают ну явно такое очевидное для всех плохо но это то что бог говорит не делать или то что бог говорит не так надо поступать собственно это то что человек сам себе придумал но что разве плохо так но вот но бог сказал что вот нужно поклоняться так а что разве плохо что вот мы что-то сделаем еще что-то разукрасим картину сделаем какой-то там жертвенник и будем туда ходить чем плохо тут нормально будет легче видеть понимать или что плохо если мы нарисуем куда картинку будем ей молиться собственные пути вот так было в израиле и так и так к сожалению даже проблема проникает христианство или поражает христианство когда есть то что бог сказал люди горят на счет плохого вот мы делаем мы делаем мы делаем еще что добавляем или улучшаем или изменяем и бог это то что вы сделали теперь делает то тоже все остальное не имеющего смысла это все мне скверно и мерзко вот они избавили собственные пути и душа их находит удовольствие это им приятно хотя для бога это мерзко стих 4 так и я употреблю их обольщение и на виду на них ужасные для них потому что я звал и не было отвечающих говорил и они не слушали и делали зло и в очах моих и избрали то что не угодно мне будет видно дальше что здесь бог говорит также о поколении сай но горит также и о времени когда придет христос когда пришел христос и почему израиль распял христа и почему израиль отверг уже церковь первую христианство вот потому что не избавили собственные пути потому что когда бог говорил вот это путь спасения зачем нам этот путь спасения зачем нам какие-то жертвы зачем у крест когда мы так соблюдаем закон нас такие традиции у нас такая правильность мы такие уже ценные перед богом и пошли своим путем и получилось так что бог звал они уже были далеко стих 5 об этом же говорится выслушайте слова господа трепещущие пред словом его вот есть те которые здесь две группы людей те которые по-настоящему богу верны это это трепещущие пред его словом есть те которые вот думаю что не с богом но не богу не трепещут перед его словом не своими путями своими мыслями богу служит и вот эти и и и между ними возникает конфликт между этими двумя группами и этот конфликт инициирован не теми кто трепещут а теми кто идет своим путем 5 стих еще раз выслушайте слово господне трепещущие пред словом его ваши братья ненавидящие вас и изгоняющие вас за имя моё говорят пусть явит тебя в славе господь и мы посмотрим на веселье ваш но они будут постыше ваши братья это те которые формально оказались вроде бы на вашей стороне но они перед богом не трепетали и когда бог говорил они его не слушать и они настоящих детей божий этот верный остаток они призрали гнать вот так было с израилем кто начал гнать церковь первый кто кто вообще христа распял кто был инициатором этого израиль евреи духовенство потом же когда возникла церковь они решали как как побыстрее убрать убить и этого же первого мощника стефана убили это не все не цилирует это ваши братья которые ненавидели тех кто перед богом трепещут собственно и сегодня главными гонителями всегда верный царь к есть неверная царь или как сказать или лживая царь наверное концу главы пойдем стих 18 ибо я знаю я не их и мысли их и вот приду собирать все народы язык и они придут и увидят славу мою девятнадцать и положу на них знамение и пошлю и спасенных от них к народам и пришли это все народы это все как бы дальние народы которые тому времени были известны пошлю и спасенных к народам с какой вещь конец этого стиха или куда на дальние острова которые не слышали обо мне и не видели славы моей и они эти вот спасенные и они возвестят народам славу мою однозначно узнаем здесь то что делает церковь да и то что кто сполучил делать церкви хотя это частично исполнилось или исполняется во время церкви но в полной мере но исполнится когда уже придет христос и это будет делать и же израиль они тоже будут как его миссионер но это и у нас могут я приду явить свою славу и и как я явлюсь свою славу я пошлю спасенных ко всем народ и они возвестят народом славу мою сегодня украине на государственном уровне отвечается день нашего флага завтра уже будет день независимости не знаю насколько там эти традиции государственные но мне нравится как 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 библейскими символами мне нравится цвета нашего нашего флага грязь не стимулы которые из политиков библейскими символами долина чак правильно казаться с сенью желтый чужого был желтоблокет 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 не колера желтый что евангелие это но это цвет цвет созревшего поля помнить христос говорит ученикам смотрите на нивы как они побелели побелели созрели буквально слово побелели это буквально сияют не то что не белый out сияют из-за того что незрелый это больше бы говорит о желтом цвете да вот они созрелые и сияют они созрелые и сияют и иисус поручает церкви нам чтобы мы увидели людей которые уже с богом по наталью от их собрали жатвы много а делатели мало господь поручает нам желтый цвет напоминает нам о том для чего мы здесь на земле напоминает нам о том что задача церкви собирать это духовный урожай который готовит господь синий цвет 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 небо цвет небо задача церкви бог желает чтобы собрался урожай и этот урожай был для неба да это были спасенные для неба это уже был пожар то есть он не был растерян он был убран и переведен с желтого цвета в синий цвет но вот желтый цвет не делится вот и возле 10 народом славу мою слава как как сияние сегодня часто рисуется тоже желтым цвет с одной стороны это цвет зрящего поля звусь цвет света или сияние вот евангелие это не только то что спасает человек это то что поставляет бог это то что когда спасены начинает его славить это то что начинают видеть бога таким как он есть и бог прославляется и все цель спасения это божья слава ну ну и последний стих пророка исаи последний стих пророка исаи чем заканчивается пророчество последние слова я даже не проверил читал информацию думаю что она наверное имеет имеет правду что еврейские раввины не любили его читать последним дальше они читали в до главу до конца нужно было этот стих 24 почитать они стали во двадцать четвертом но заканчивали все на двадцать третьем то есть как бы как бы коробило их когда надо стих посчитать аминь а вот этот стих двадцать четвертый это говорится о том что не все будут спасены и будут выходить и увидят трупы людей отступивших от меня ибо червих не умрет и огонь их не угаснет и будут они мерзостью для всякой плоти это рисуется картина тысячелетнего царства какие на которые которые будет много спасенных это будет большое благословение но бог говорит что хотя будут много спасенных есть благословение но всегда были которые бога отпадали и те кто бога оставляли те кто бога оставили и презрели их не судьба печально страшно даже ветки звери свой твою картину что вот эти трупы их не будет как на свалке но эта свалка которая будет вечно червих не умрет то есть это говорит о том что сюда червячку будет что кушать будет их не как бы плоть пожирать но она будет не позже и огонь не угаснет всегда на этой свалке будет огонь потому что этот мусор мусор чем они явились перед богом будет гореть вечно эту же статую использует христос когда предупреждает нас чтобы вот если на что-то соблазняет или рука или рога или глаз лучше отсечь чем попасть в озеро огненное где червь не умрет и огонь не угаснет христос используется для людей евангельских для нас для своих учеников как большое предостережение что как бы не было сложно отказаться от греха как бы ты к этому греху не пролип каким бы он не был вожделенным его нужно отрубить и выкинуть своей жизни потому что последствия будут страшны поэтому книга пророка исаи который говорит о таких больших благословениях неба в конце говорит не только о благословениях неба говорит о печальной судьбе оставивший бог и многие из израиля оказались именно на той стороне отступивших с бога пусть господь нас благословит чтобы это последнее слово книги пророчества было исаи было не у нас чтобы это было не у нас чтобы у нас было то что написано последних стихах евангелия нового завета где рисуется новое небо номер салим и церковь которая ожидает ей гради господи и мы надеемся на это не потому что мы уверены в своей стойкости верности своим послушание своей правильности а в том что господь много милостив любящий милосерднее прощающий и он сможет нас удержать вразумить сохранить для своей славы аминь помолимся